друзья всем привет сегодняшнее моё видео будет посвящено канарейкам именно тем самочкам которых я купил на ярмарке почти месяц назад самочки находятся все это время в карантине специальном помещении где нету никаких попугаев где нету никаких канареек не самцом не самок не молодежь никого они там находились одни там большое окно светло и вот в этом помещении все эти дни эти самки получали зерносмесь классическую обычную тапроса рапс канареечное семя немножко лен и немножко семечки ну в принципе вот такое затем они получали пророщенную пшеничку пророщенную семечку пророщенный рапс они получали одуванчик мокрицу и допустим еще они получали одуванчик молочно-восковой спелости семена также они еще получали разные колосья которые уже спеют везде вокруг и в общем вот на этом питании также они купались ели минеральные удобрения минеральную подкормку извиняюсь вот и на вот в таких условиях сложилась благоприятная обстановка самка одна из самок прошу заметить одна из самок которая чубата я сейчас вам ее продемонстрирую она начала строить гнездо из сопутствующих материалов то есть они поедут дуванчика лист подвял она его крутит где-то там в уголочки то ли в кормушке то ли в поелке то есть самка готовится к яйцекладке но я не готов и еще как бы рано потому что сейчас лето разгар лета через месяц у всех канареек нормальных будет линька от этого никто никуда не денется то есть световой день будет удлиняться по дня и начнется линька то есть изначально когда зимой короткий день гормоны спокойные потом день начинают удлиняться гормоны начинают просыпаться самка идет в охоту и она несется корни птенцов это называется период размножения затем световой день еще удлиняется а это как правило среди на конец лета самые длинные дни световые и самка начинает линять то есть я ее никак не остановлю это или только затемнять чтобы там был ограниченный световой день то есть затемнять надо и в общем что-то надо предпринимать в общем я сейчас вам покажу мне пришлось кстати мне пришлось с того карантинного помещения самых перенести в другое помещение где более темнее у меня там одно окно сейчас вам покажу это у меня но на скорую руку я приду это у меня зернохранилище и так сейчас мы с вами навестим мое зернохранилище посмотрим сам в каких условиях они живут у них там джакузи в общем номер люкс идемте ребят смотрите по походу все расскажу друзья ну вот мы с вами сейчас находимся в помещении где у меня хранится зерно здесь у меня сухо и свежо здесь вентиляция хорошая ну и в принципе воздух поддерживается который при котором благоприятно хранится зерно зерно это вон там видите на заднем плане проса овес семечки канареечное семя рапс в общем все что необходимо для птиц почему я перенес канареечек сюда потому что здесь в принципе одно маленькое окошко одно маленькое окно здесь в принципе видно хорошо тут грубо говоря если сравнивать здесь можно читать книжку без проблем там или газету то есть нормально видно но здесь солнечные лучи идут допустим не в 4 утра не полпятого как сейчас везде а здесь идут немножко они позже где-то примерно в 7 8 утра здесь уже светло ну и опять-таки до пяти до шести вечера здесь начинает уже смеркаться я бы сказал то есть канарейка здесь будет спокойней они не будут идти в охоту потому что как меня уверил хозяин канареечкам надо в охоту будет идти в общем в разведение надо будет идти примерно октябрь или сентябрь примерно так то есть это будет глубокая уже осень а сейчас у нас лета ну как я на своей практике знаю что все канарейки в конце лета линяют и в общем этих девчонок в принципе я даже вот в общем сейчас я растерян я не знаю как мне поступить то ли держать их в таком состоянии то есть не возбуждать и уйти в осень и осенью попробовать или вон смотрите канареечки кстати пьют воду из купалочки и особенно в летнее время надо в купалке очень часто воду менять потому что как они купаются и чтобы вода чистая была все время в общем поддерживать чистоту в купалках поилку в принципе можно убрать можно не убрать и почему не убрать потому что там вода чище они там не купаются если будет пить если вы допустим прозеваете ванночку в воду поменять то вы то канарейка попьет с поилки в общем друзья такая вот у меня карантинная комната немножко видоизмененная почему я держу птицу в карантине и я вам всем советую ну во первых смотрите первонаперво на что надо обратить внимание у канареек очень распространено ну это может быть мое мнение сугубо индивидуально но тем не менее я в основном с этим только и сталкивался с такими проблемами как клещ клещ бывает гомозов и бывает трахейный убрал я поилку а то она не закрывает изображение моих девчонок желто пузо в общем ребята по поводу клеща самое главное в общем гомозов клещ и трахейный клещ это такие вот пассажиры нежелательные которые могут быть у канареек могут быть не быть в общем как определить я вам напомню если я до этого у меня есть отдельные видео где там примерно я объяснял в общем смотрите вот так они находятся у вас отдельной комнате канарейки когда стемнело канарейки легли спать условно говоря в общем канарейки уснули они бывают спят на одной лапке слегка нахохлены кстати на одной лапке это очень хорошо когда канарейка спит то есть это говорит о том что птица в хорошем состоянии здоровья птица поддерживает равновесие ну в общем если она на одной ноге то это хорошо так по поводу этого клеща вы приходите ночью когда канарейка уснула ну допустим в 10 уже тут темно канарейки спят вы приходите садитесь рядом и наблюдаете если ваша канарейка будет топтаться как бы стучать ногами об жердочку ну как бы оббивать этого клеща то есть клещ кусает ее за ноги этот кровосос и она его пытается сбить таким образом вы узнаете что у нее клещ но а трахейный клещ он препятствует пению кеннера а самка без конца щелкает клювом пытается что-то там убрать как будто к небу что-то прилипло это вот трахейный клещ то есть этого не у самок не обнаружено зовут это время которое они здесь пребывают а именно уже они тут 27 дней у меня сидят скоро будет 30 вообще по закону жанра карантин если я не ошибаюсь опять таки я опираюсь на литературу современную прошу заметить везде написано карантин у птиц канареек попугаев должен длиться 41 42 дня то есть вот я жду это время по поводу помета помет нормальный в принципе никаких поносов никаких не переваренного корма в кале не было то есть канарейки в хорошем состоянии ко мне пришли и в принципе они у меня так и остаются в хорошем состоянии во время карантина значит я вам сейчас снова наглядно покажу вон вы видите у меня трава а именно сегодня одуванчик здесь в кормушке классическая зерносмесь и вон видите там пророщенная это пшеница семечки овес в общем нет пшеница семечки и рапс все что мог это хорошо прорастает и я канарейкам это даю и канареечное семя бывает проращиваем вот там у меня в кормушке вот там видите стоит минеральная смесь ракушка мелкий промытый песок и мелкий уголь ну как можно таблетку уголь в общем я сейчас вам не покажу там могут вылететь в общем там минералочка стоит это очень полезно самочкам да еще друзья смотрите не знаю как вам тут видно а то они бегают вон она сейчас перебегала у нее у этой самки которая начала строить домик ну гнездо таскать в этот сухую траву у нее хвост в принципе хвост у нее особо то не стандартный он такой ему блинят до скоро она тут собралась но возможно она возможно я ее сподвиг питанием таким усиленным и длинным световым днем то есть там было большое окно и поэтому самка она может и не виновата что начала строить гнездо и так я теперь стараюсь убирать все эти строительные материалы чтобы не возбуждать ее на строительство гнезда и убрал ее в более затемненную комнату вот она видите вот это вот чубатенька она строила домик немножко попозируют они нам так в принципе все нормально у самочек моих купаются кстати они охотно значит они там где ранее жили купались а это значит то что канарейки содержались в хороших условиях если канарейка не купается значит она плохо себя чувствует здоровая птица всегда первонаперво купается это такой ну это такой как бы индикатор здоровья птицы птица должна купаться птица должна быть активно спать желательно на одной ноге моменте они тут задиры шебутные бегают прыгают что-то у них вечно происходит так что друзья следующее мое видео будет наверное скорее всего об этой самочке она будет у меня или идти в паровку я вот еще не решил я почему снимаю видео хочу с вами посоветоваться друзья кто сталкивался с подобной ситуацией пожалуйста поделитесь мнением как быть сейчас у нас середина лета вот надо так определиться что в паровку если сейчас она пойдет то надо не тянуть а у нее еще карантин не кончился в общем не знаю как делать что делать как быть я придерживаюсь того чтобы канарейки размножались весной а сейчас у нас непонятно что ну ранней весной еще надо сказать что зелень они просто в восторге от зелени они не так зерно едят как зелень и кстати когда пошел в рационе одуванчик и всякая разная трава но это допустим подорожник птичий горец потом там еще некоторые трава лебеда там еще одна трава есть название не знаю как-нибудь покажу вам канарейки стали много травы кушать и тем самым меньше стали кушать зернового корма но при этом они чувствуют себя только лучше окраска становится по моему каждый раз у них ярче и ярче тем не менее а это же еще они не линяли у меня кстати они будут линять в конце лета ну и посмотрим как изменится их не расцветка в общем друзья вот такой вот у меня обзор на сегодня у самок все хорошо они здоровы и счастливы и прям одна из них даже готова размножаться но ну не знаю я пока что-то не решаюсь ее пустить вдруг сильно рано или слишком поздно сейчас туда-сюда линька начнется просто чтобы не навредить самки потому что совпадет у нее кладка и линька и у нее будет эта перегрузка но я так думаю не знаю может я ошибаюсь с подобной ситуации я первый раз столкнулся обычно у меня как бы все планово зимой они у меня отдыхают потом в конце января начала нет феврале в конце февраля начинаю готовить март готовлю и в конце марта я отталкиваюсь 19 марта я как бы их начинаю уже порвать а вот как бы сейчас не знаю давайте друзья вместе подумаем напишите в комментариях кто знает на этом я прощаюсь с вами до скорой встречи продолжение следует всем пока